Старайтесь дышать ровно. Неделю назад Таисия Ивановна почувствовала себя плохо. В области сердца возникла неприятная боль, в груди заклокотала и женщина начала задыхаться. Сын сразу вызвал скорую и пенсионерку госпитализировали с отеком легких и инфарктом. Если бы у меня не было отека легких, я бы тоже выпила таблеточку и легла, и может быть уже не проснулась. По данным социологов, почти все жители области моложе 50 лет не знают симптомов инфаркта миокарда. Между тем, в 2016 году от этого заболевания в регионе скончались около 10 тысяч человек. Боль или тяжесть в области сердца, которая не проходит в течение 20 минут, должна для каждого стать сигналом набрать номер скорой. Инфаркт уже давно перестал быть прерогативой пожилых. Конечно же, я могу сказать чисто статистически, это мужчина старше 45 лет, женщина старше 55 лет. У которых есть сахарный диабет, артериальная гипертония, у которых есть стенокардия, раньше была клиника, то есть стенокардия. То есть вот это, да, группа риска. Но на самом деле в группе риска находятся все. Последние годы пациентками кардиологов стало много молодых женщин. Все они курящие. Курение медики считают одним из первых факторов, провоцирующих болезни сердцем. Особое внимание на здоровье летом также советуют обратить к гипертоникам. Им стоит регулярно посещать терапевта или врача общей практики. Как правило, эти пациенты наблюдаются с артериальной гипертонией именно у таких врачей. Если же рефракторная артериальная гипертония, которая не поддается лечению, то тогда уже врачи участковые направляют на консультацию кардиологу. Если инфаркт все-таки случился, необходима срочная медицинская помощь. Когда она получена вовремя, у человека есть все шансы вернуться к полноценной жизни. Только за шесть месяцев этого года в Самарском кардиодисмансере прооперировали более тысячи больных. Количество людей, получающих инвалидность после инфаркта, в последние годы снизилось в десятки раз. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События.